Вы живете в опустошающемся и разрушающемся мире. Вы заложили во все, что производите, запланированное устаревание, как это называют ваши инженеры. Автомобили стоит в три раза дороже, а срок их эксплуатации увеличился лишь на одну треть. Больше десяти раз одежду не наденешь, она разваливается. Вы добавляете в продукты питания и химикаты, чтобы продлить срок хранения, даже если тем самым вы укорачиваете свое пребывание на этой планете. Вы поддерживаете, поощряете и даете возможность выплачивать спортивным командам непомерные зарплаты за нелепые усилия. В то время как учителя, священники, ученые, занимающиеся поисками средств, чтобы вылечить от смертельных болезней, ходят и выпрашивают деньги. В супермаркетах, ресторанах, у себя дома вы выбрасываете больше еды, чем потребовалось бы, чтобы накормить полмир. Но это не обвинение, а всего лишь наблюдение. И это относится не только к Соединенным Штатам, потому что тенденции, от которых болит сердце, распространены по всему миру. Повсюду неимущие должны унижаться и жить впроковать, чтобы просто выжить. В то время как кучка тех, кто при власти, защищает и приумножает накопленные и припрятанные деньги, спит на шелковых простынях и каждое утро поворачивает на своей сантехнике краны, сделанные из золота. И когда изможденные дети, просто кожа да кости, умирают на руках у своих рыдающих матерей, лидеры их страны занимаются политической коррупцией, из-за которой запасы еды, переданные в дар, не доходят до тех, кто голодает. Складывается впечатление, что ни у кого нет власти, чтобы изменить обстановку. Но правда в том, что проблема не во власти. Просто ни у кого нет воли. И так будет всегда, пока никто не воспринимает чужую беду, как свою собственную. Почему же мы этого не делаем? Разве можно видеть всю эту жестокость ежедневно и допускать, чтобы это продолжалось? Потому что это не ваша забота. Вы не заботитесь. Вся планета столкнулась лицом к лицу с кризисом сознания. Вам надо просто решить, заботитесь ли вы друг о друге. Вопрос риторический. А разве мы можем не любить свою семью? Ты действительно любишь всю свою семью. Просто у тебя очень ограниченное представление о том, какая у тебя семья. Ты не считаешь себя частью большой семьи людей. Поэтому проблема человечества не волнует тебя лично. Как людям Земли изменить свой взгляд на мир? Все зависит от того, что именно вы хотите изменить. Как нам уменьшить боль, страдания? Уменьшить разобщенность между вами. Создать новую модель мира. Удерживать ее в рамках новой идеи. Какая это идея? Предстоит радикальный отход от нынешнего мировоззрения. Сейчас вы воспринимаете мир в геополитическом масштабе как совокупность национальных государств, каждый из которых суверенная, отдельная и независимая друг от друга. По большому счету, внутренние проблемы этих независимых государств не рассматриваются как проблемы всей группы, как единого целого, если и пока они не оказывают влияние на группу, как единое целое, или на самых влиятельных членов этой группы. Группа как целое реагирует на обстановку и проблемы отдельных государств, исходя из корыстных интересов нескольких государств. Если никакой из этих государств ничего при этом не теряет, обстановка в отдельном государстве пусть катится к черту. И никому до этого нет дела. Тысячи людей могут умирать голодной смертью, сотни могут умирать на гражданской войне, деспоты могут грабить свои народы, диктаторы и их вооруженные банды могут насиловать, грабить и убивать, власти могут лишать людей основных человеческих прав, остальные не будут делать ничего. Это, по-вашему, их внутренние дела. Но когда ваши интересы там находятся под угрозой, когда ваши капиталовложения, ваша безопасность, благополучие вашей жизни в опасности, вы сплачиваете свою нацию, вы пытаетесь объединить остальной мир, и закон для вас не писан. Потом вы говорите большой ложь, утверждая, что вы делаете все это, исходя лишь из гуманистических соображений, чтобы помочь угнетенным народам мир, в то время как правда в том, что вы всего-навсего защищаете собственный интерес. В подтверждении можно сказать, что если у вас нет в чем-то интереса, то у вас нет и заботы. Механизм политики во всем мире опирается на личный интерес. Что здесь нового? Если вы хотите, чтобы ваш мир изменился, то что-то новое должно быть. Вы должны начать воспринимать чужие интересы, как свои собственные. Это произойдет только тогда, когда вы перестроите действительность в мире и будете управлять собой соответствующим образом. Ты имеешь в виду единое правительство мира? Да.